Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал Симоновича, там вы найдете различные стримы. Американ Трак Симулятор, Евро Трак Симулятор 2, Форза Хорайзен, а также Файнал Фэнтези 7 ремейк. Много качественного контента, приятная картинка и звук, человая атмосфера. Так что заходи на канал, смотри и подписывайся, ссылочка как всегда в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру Зелена Ле Месси, FIFA 22 на PS5. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми роликами. Мы стартовали, ребята, в чемпионате, пока что мы идем на втором месте, в двух очках от Испаньола. И, ребята, по статистике у Месси за 6 сыгранных матчей уже 7 забитых голов. Пока что голевых передач нет, на удивление, потому что, если мы вспомним карьеру, когда Месси выступал в PSG, там у нас было довольно много голевых передач. Ну а сейчас Месси чаще берет игру на себя и чаще забивает. У нас сегодня серия стартует матчем против Атлетик Клаб из Бельбао, его мы просимулируем. И давайте посмотрим, как сыграет наша команда. Это победа, ребята, 4-2 Аубамиян к концу Фати, делает дубль. И дубль как раз-таки Аубамиянга. Месси, к сожалению, не забил, но и его поменяли на 60-й минуте, тренер дал ему отдохнуть. У нас седьмой тур мы сравняли с Испаньолом. И сейчас игра против Жероны, которую, ребята, мы тоже просимулируем. И будем надеяться, что наша команда выиграет. Да, это победа 2-0. Здесь, ребята, забивает Мемфис Де Пай или Анель Месси. Ну а первый матч, ребята, в котором мы примем участие, это игра в Лиге Чемпионов. Второй тур против Трапзам Спора. Мы едем за тремя очками. Пока что мы Спорту разделяем первое место, а Трапзам Спор и Лейпсик разделяют, так скажем, третье. Потому что у них еще пока нет очков. Мы, ребята, постараемся выиграть. Вот так вот выглядят стартовые составы команд. Единственное, давайте сейчас поменяем форму, посмотрим, есть ли у соперника что-то другое по цвету. Если мы будем играть дополнительно, пускай они сыграют в гостевой. Хотя бы как-то это будет отличаться на футбольном поле. В общем, ребят, усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну а также залетайте в телегу и на канал Трова. На Трова у нас стримы. А в телеграме, ребята, все новости, анонсы выхода серий, стримов, какие-то гайды, много полезного контента. Ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ну и поехали. Это гостевая для нас встреча. Не знаю, будет ли сегодня еще у нас серии игры Лиги Чемпионов. Но знаю, что следующая игра, скорее всего, будет у нас против Севильи в чемпионате. Тоже довольно непростой соперник. И буквально через два дня на третью у нас, по-моему, игра, если я не ошибаюсь. И силы сейчас нужно немножко экономить. Ну и интересно будет посмотреть, на что же способен Драмзапспор. Они играют дома. И они проиграли в первом матче. И сейчас у них шанс побороться за очки. Посмотрим, домашняя ли это команда. И вот задачи главного тренера. Оценка не ниже девяти. Достигнуть 50% обводок. И также минимум 40% успешных навесов. Ну давайте, друзья, начинать. Как мы видим, формы действительно очень хорошо отличаются. Пас на Месси. Месси прокидывает себе мяч вперед. Его цепляют. Но арбитр разрешает играть. И считает, что никакого нарушения правил не было. А, кстати говоря, Гамшик сейчас находится в составе Трамзапспора. У нас седьмая минута. Трамзапспор сейчас идет в атаку. Вытесняю здесь соперника наши защитники. Гамшик, передача в штрафную. Удар по воротам и 1-0. Вот такое вот начало получается. Хозяева выходят вперед. И капитан Трамзапспора забивает первый мяч в этом матче. Ну и Гамшик его здорово увидел. Выкатил аккуратно мяч под левую. Терштеген в ближнем не справился. И девятая минута. Трамзапспор по-хозяйски выходит вперед. Хорошая передача на правый фланг. Дойдет ли дело до подачи? Аубамиянг. Он пытался пробить. Хотя можно было попытаться его и скинуть. На лево Месси. Здесь навязываем хорошую борьбу. А вот партнеры ее не поддержали. К сожалению. Вот здесь вышло. Здорово. Месси. Аубамиянг. Выкатывал я ему за спину защитнику. И мы продолжаем. Продолжаем давить. Мэмфис Де Пай 1-1. Ну вот что значит, ребята. Хороший командный прессинг. Не получилось у Месси выкатить на Аубамиянга. Партнеры не растерялись. Продолжили вот это давление на оборону. Заставили их ошибиться. И в итоге у нас ничья 1-1. И Мэмфис Де Пай, который сегодня вышел вместо Ансу Фати на левый фланг, забивает свой первый гол в этом матче. 17-ая минута. 1-1. И мы продолжаем. Очередная атака хозяев. Они, ребята, не боятся. Они идут вперед. Ну как я и сказал. Здесь нужно будет смотреть. Будут ли они играть по-хозяйски. Будут ли они стараться идти в активную атаку. Это Месси. Аубамиянг. 2-1. 2-1, ребята. Здесь все ждали, что Месси в итоге примет мяч. А он отскочил к Аубамиянгу на ход. И тот, получив выход 1-1, просто расстрелял ворота Трабзамспора. Вот так вот все меняется. И наша команда к середине первого тайма уже выходит вперед. Но можно сказать, две ошибки соперника привели к двум голам в их ворота. Попытка снова. Неплохой разрезающей передачи в центр штрафной. Но на сей раз наши защитники справились. У Трабзамспора, кстати говоря, чуть больше владения мячом. Это Месси. Его удар поворотом. Но голкипер спасает. 42-ая минута. Очень хороший плотный выстрел. Но вратарь Трабзамспора на месте. Угловой. Подача Месси. Соперник отбился. Мемфис Де Пайс. Но Месси. Удар поворотом есть. Мяч проходит рядом со штангой. Это Арауха. Он поднимал руку. Получил пас от Месси. Но немножечко точность подвела. И в итоге у нас близится концовка первого тайма. Первый тайм получился довольно голевым. Ребята, команды забили на двоих три мяча. Мы уступали в начале встречи. Но потом смогли за счет ошибок соперника исправить ситуацию. Забили два гола. И вышли вперед. Продолжаем. Начинаются вторые 45 минут. И я надеюсь, что у Месси тоже получится сегодня забить. В принципе, моментики были. Но пока Трамзамспор в атаке. И здесь не получился удар сильным. Замены в обеих командах. А у Бумиянга ребята меняют. Фенки Де Йонт. Месси. Разгоняем новую атаку. Черпачев к штрафную. Удар поворотом есть. Но, к сожалению, снова не очень точно, не очень сильно. Не остается 20 минут до конца этого матча. Передача в центр. Мемфис Де Пай. Классно. Удар поворотом есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот он класс, ребята. А точнее... Наверное, низкий класс футболистов Трамзамспора. Третий гол. Это, мне кажется, чистейшая ошибка голкипера. Мяч катился не очень сильно. Но он, выйдя на него, просто потерял ворота. И в итоге... Наш футболист, который сменил Ау Бумиянга, забивает третий мяч. Счет становится 3-1. Вот и Мемфис Де Пай уступает место на поле Дембеле. Остается 15 минут. Трамзамспор в атаке. 10 минут до конца. Скидка в центр. Но здесь накрыли защитники. Месси! И снова вратарь тащит. Такое чувство, что сегодня голкипер Трамзамспора спасает свои ворота только после удара Ленеля Месси. Лодненько с правой били в дальний угол. Но вратарь успел среагировать. Вот и Гамшик в поле покидает. Две минуты добавил главный арбитр к окончанию этого матча. Трамзамспор в последней атаке. Ну и видимо все. Это ребята победа 3-1. Де Пай, Бумиянг и Манай забили по голу. Ну и забираем три очка на выезде. А у нас ребята игра с Сивилией. И недоволен. Хави игрой Месси. Он оставляет его на скамеечке запасных. И выпускает только на 57-й минуте. Дембеле гол забил. Дембеле получил желтую. И как раз таки Дембеле меняет Месси. Поехали. Вот она замена. Десятый номер появляется на поле. Чуть не столкнулся. Он здесь с Хави. Итак, нужно получить оценку не ниже 6.5. Достигнуть минимум 30% обводок. И нанести два удара поворота. Но времени предостаточно. Единственное, конечно, с формами. У нас какие-то проблемы. Не понимаю, почему нельзя было сыграть в какой-то другой форме. Месси. Сразу разогнался. Но, к сожалению, здесь не получилось пройти соперника. Сивилия тоже непростой оппонент. Хоть они сейчас идут на 10-й строчке. Но, ребята, у них состав хороший. Боевой, я бы так сказал. Акампас. Делэйни. На левом фланге сейчас разыгрывают вдвоем. Энна Сериим. Хорошая передача на Акампаса. А там что? Было положение вне игры. Месси. Хороший, плотненький удар. Стелящийся получился. Но голкипер Сивилия спасает. Удар поворотом. Терштеген вступает в игру. Вот и ответ Сивилии. Но вот посмотрите, в чем разница, ребята. В чемпионате Франции Месси ставили в любой форме. Каким бы он ни был. А здесь, ну, буквально в одном-двух матчах стоит себя не проявить, не забить, не отдать голевую. И тренер без раздумий сажает тебя на скамейку. Классный розыгрыш Сивилии. Удар поворота. Нет никакого пенальти, ни попадания мяча в руку. Еще одна подача в штрафную. Мемфис Депай. И там, видимо, было какое-то нарушение. Еще одна атака Сивилии. Перевод направо. Но здесь успел наш защитник. Месси. Кидочка в центр. Здорово. Очень неплохо сейчас ходит мяч. И классная передача на Месси. Месси выскакивает. Один на один. Удар поворотом есть. И Месси забивает гол. 74-я минута. Вот это, ребята, было по красоте. Как же мы изумительно от своих ворот разыграли эту атаку. И посмотрите, какая стеночка. И Месси, выходя один на один, не подводит команду. Счет становится 2-0. Месси выходит на замену и забивает. Ну и, собственно, этого от него и ждут. Классная атака Сивилии. Удар в дальний угол. И снова Терштеген. Но в этом матче, вот, по крайней мере, то, что я вижу после выхода на замену, к Терштегену вопросов никаких. Но он тащит один за одним удары. Причем, что довольно непростые. Мунир вышел вместо Сусо. Не получилось. Снова мяч у Сивилии. И вот как раз-таки Мунир выскакивал. Можно сказать, один на один. Но до мяча в итоге не добрался. И остается 10 минут. Удар поворотом. И все-таки гол, ребята. Это Делэйни. По-моему, он. Или нет? Акуни, ребята, забивает гол. Красивый дальний удар. В дальнюю девятку. Здесь уже Терштеген спасти не сумел. Но такой коридорчик небольшой образовался. И великолепный удар в дальний угол. Тут голкиперу никаких вопросов. Плотный, сильный удар. 2-1. А играть еще, ну, примерно чуть больше пяти минут. Вместе с мячом. Удар в дальний. И вот и его неплохая попытка. Но голкипер дотягивается. 88 минут. Ребята, прошло. Я думаю, еще пару-тройку минут добавит в главный арбитр. И Севилья пытается организовать новую атаку. Потеря. 2 минуты добавил в главный арбитр. Полторы из них уже истекли. Ну и нужно просто не давать Севилье пойти сейчас в последнюю атаку. Все, ребята. Гол. Лео Месси приносит нашей команде 3 очка. Вот так вот в концовке Севилья показала себя. Забила гол. И нам повезло, что Месси смог забить второй гол Барселоны. У нас сейчас, ребята, два матча за сборную. Поэтому, я думаю, мы их быстренько просимулируем. В первом матче мы уступили 3-1. Во втором 2-1 выиграли. И сейчас у нас игра против Реал Сейдат. И там, ребята, мы будем принимать участие уже с первых минут. Мы вышли на второе, на первое место. Но у нас не так сильно виден отрыв. Поэтому нужно постараться сейчас выиграть. И не позволить ближайшим командам приблизиться к нам. Так. Что у нас здесь есть по формам? Ну ладно, давайте будут играть в такой Реал Сейдат. Жалко, что третьих комплектов не у каждой команды есть. Ну и, ребята, поехали. Сейчас, перед началом этого матча, была информация о том, что Леонель Месси является лучшим бомбардиром в лиге на данный момент. У него 8 забитых голов. Это у нас, ребята, 9-й тур. Это Барселона-Реал Сейдат. Реал Сейдат сейчас идут на 7-й строчке в чемпионате. Ну и вот они задачи. Оценка 8,5. Успешных навесов минимум 50%. И нужно забить или отдать одну голевую передачу. Ну, хотя бы не два мяча. В этой серии не все получается у Леонеля Месси. А там, где мы и создаем моменты, частенько спасает вратарь. Ну, будем надеяться, что сейчас Месси кто-то сможет придумать. Давайте пока переведем на другой фланг. Там, наверное, посвободней. Удар из-за пределов штрафной. Ну, попытался Месси пробить. Чуть-чуть бы посильнее. Может быть, и мяч пошел за шиворот голкиперу. Но у Месси хороший удар. И вот сейчас видим забегание Мемфиса Депай. Депай, удар по воротам. Ну вот не только у Месси. Бывают проблемы с ударом. Тут Мемфис Депай, хоть и под давлением, но пробил метрах в трех от штанги. Месси! Вот это момент, ребята! Как же классно здесь разыграли. И Месси, казалось бы, вкладывается очень здорово в этот удар. Но немножко точности не хватило. Дистанция была довольно приличная. Но мяч прошел рядом. У нас 13-я минута. Вот Реал Сосейдад пошли в атаку. Пытаются сейчас что-то предпринять. Неплохая передача пяткой. Здорово! Удар по воротам. Но здесь Арауха плотно ставит ногу. И не позволяет сопернику пробить как следует по воротам. Качнул как стоящего одного футболиста Реал Сосейдад. Месси! Ушел дальше от двух. Удар в дальний Месси! И вот, ребята, мастерство Лео Месси. Без какого-либо особого дриблинга. На микро таком контроле, микроторможениях Месси. Вот здесь классно убрал сразу двух. Ну и потом с левой в дальнюю девятку. Без каких-либо проблем. Месси укладывает свой девятый гол в девяти матчах на девятнадцатой минуте. Ну и, как я понимаю, мы продолжаем пока что лидировать в бомбардирской гонке. Развернулся Месси. Заскочил в штрафную. Ну а дальше? Дальше кому делать передачу? Месси! Вратарь потащил. Ну вот только на таких микро, ребята, пасах буквально на паре метрах можно взламывать оборону Реал Сосейдад сегодня. Но здесь голкипер очень здорово не выбрал позицию. У нас Месси подает угловой подача. Аубамиянг! Мяч рикошетит и еще один угловой. У нас сорок вторая минута. Реал Сосейдад новой атаки. Пытаются еще до перерыва хоть что-то придумать. И довольно неплохо они продвигаются к нашим воротам. Передача направо. Янузай скидка в центр. Нуниес. И вот здесь не вложили ему в ногу. У нас начинаются вторые сорок пять минут. Последний угловой в конце первого тайма особо ничем не запомнился. Ну и я бы сказал, наверное, сейчас, когда у нас появились матчи Лиги Чемпионов, наш вот этот вот натиск и кураж. Начало сезона немножко подугас. Команда чуть подустала. И уже, может быть, мы действуем не так феерично. Отсюда бывают иногда даже проблемы у Хави. А вот и момент. Реал Сосейдад. И уже Терштеген вступает в игру. 58-я минута. Я бы сказал, что Реал Сосейдад с началом второго тайма как-то поактивнее. Работают с мячом. Активнее идут в атаку. Видимо, пошла установка быстрого отыгрыша. Еще одна подача. Аубами Янг. Пас на Нуни. За Нуни. Сбьет поворотом. И Терштеген снова в игре. Ну и Давид Силва появился на поле. А вот сейчас Месси, ребята, есть силы, чтобы убежать в атаку. Месси. 2-0. 2-0 и Лео Месси. 66-я минута. Нам повезло, что сил хватило вот на эти два рывка. Если бы было чуть меньше выносливости, я думаю, вот здесь нас бы защитники догнали. Дубль. Лео Месси. Десятый гол в чемпионате. Юбилейный. Нуни. С передачи в центр. Удар поворотом. Тут же. Один гол Реал Сосейдад снова отыгрывает. Это Ольма. Ну вот как важно, ребята, бывает забить второй мяч. Потому что соперник, чувствовалось, как они с началом второго тайма начали активно идти в атаку. Ну и здесь, посмотрите, какую передачу выдал Нуниес на Ольма. И тот от души вложился в ближний верхний угол. У нас штрафной удар. Кто-то мне говорил, что нужно просто направить мяч в девятку и ударить поворотом. Ну что, попробуем? Ну вот так вот мяч полетел, когда я направил просто в девятку и ударил. Не знаю, кто такой советчик. Тем не менее, продолжается атака снова Месси. Удар в дальний. Голкипер Реал Сосейдад тащит. Давайте, давайте, ребята, прессинг сейчас. Передача на Депай. Депай. Обратный пас на Месси. Месси бьет с правой в дальний. Тащит голкипер. Черпачок в штрафную забить. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, вратарь. Это третий гол, ребята. Голевой пас леву Месси. И это уже стопроцентная победа нашей команды. Но голкиперу здесь не позавидуешь. Ну Месси красавец. Снова классный черпачок. И здесь, посмотрите, просто проходной двор между ног голкипера. Это важные три очка сейчас, потому что дальше, когда команда начнет играть еще активнее в кубке, сил станет еще меньше. И там, возможно, будет гораздо-гораздо сложнее добывать очки. Ну а так, ребята, мы забиваем под самый занавес этого матча. Месси отдает голевую передачу. Мы поддавили Реал Сейдад, который, можно сказать, ну, забив второй мяч, решили пойти ва-банк. Чувствовалось, как они ушли от своих ворот. Но продолжается сейчас игра. Хорошая передача. Янузай. Ищут партнеров. Удар по оборотам от Нуниза. И все, накрыли. Звучит финальный свисток. Это победа 3-1. Довольно жаркий матч у нас получился. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok